И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры на Укрл.ФТВ и Семен Кабакаев у нас в студии, координатор СтопТеррор. Семен, здравствуйте! Добрый день! Ну, послушайте, уже который день все живо обсуждают, что там происходит на оккупированных территориях? То ли передел собственности, то ли передел власти, то ли Россия укрепляет свои позиции? А поскольку вы постоянно ведете мониторинг, то вот к вам и адресуем вопрос. Ну, хоть немножко расскажите, что вам известно, что происходит там в Луганске, на самом деле? На самом деле там все очень просто. Мы все знаем, что все координируется непосредственно с Россией. Есть марионетки на оккупированных территориях силового и политического блока, которые подчинены и работают с разными группами интересов в России. Если быть более конкретным, это ГРУ, это военная разведка, это ФСБ и это Сурков. То есть Сурков ответственный за политическое направление, ФСБ и ГРУ за внутреннюю ситуацию на оккупированных территориях. Ну, в России ФСБ отдельную нишу занимает. Началось это все ни вчера, ни позавчера, ни неделю назад. Это все началось в 2015 году, когда российская власть дала приказ распределить оккупированные территории на зоны ответственности и устранить полевых командиров, которые были неудобны и не подчинялись российской власти. На данном этапе, по состоянию на 2017 год, все территории контролируются, бизнес налажен, ФСБ, ГРУ и Сурков все разделили, у каждого своя зона ответственности и каждый имеет своих представителей там. Сейчас мы видим, как начался, насколько у нас есть информация, мы имеем представление, начался конфликт внутри России между Сурковым и ФСБ за распределение сфер влияния. То есть Плотницкий это подопечный Суркова в политической части, а военный блок подопечный ФСБ. И сейчас, как раз неделю назад, с момента того, как Плотницкий выселил Корнета из якобы захваченного дома и сделали эту публичную такую порку, как говорится, мы видим, как началась эскалация этого конфликта внутри оккупированного Луганска. Сейчас, несколько дней назад, мы видели, как зашла колонна военной техники из Донецка. Там были как русские военные кадровые, так и местные из Донецкой области, так называемые ополченцы. И вечером, позавчера, отключили всю связь в Луганске. На этом день завершился, было очень много домыслов, что и Плотницкий избежал, и так далее, и так далее. То есть было много теорий разных. На самом деле Плотницкий оставался и остается в Луганске. Вчера Плотницкий дал конференцию, и Корнет, глава МВД, дал конференцию, и интервью на тему того, что происходит. Значит, по состоянию на сегодня, переговоры идут, Плотницкий на данном этапе устраивает Суркова, потому что он выполняет все указания, которые идут из Кемля, он исполняет ответственно и так далее. Он жадный, ворует много, но тем не менее все исполняет, все, что просят. А Корнет, в свою очередь, заявил, что это украинские ДРГ, и они вместе с Пасечником, Пасечник это глава так называемого МГБ, проводят спецоперацию по выявлению украинских диверсантов, что очень смешно звучит в то время, когда Плотницкий заявляет, что они пытались сделать вооруженный переворот. Вот, был арестован, так называемый, генеральный, наверное, просто главный прокурор, не разбираясь в сортах, как говорится, Г. Был он арестован, и допросы его проводились, и по состоянию на сегодня мы видим, что группы интересов силовиков из МВД и МГБ по противодействию Плотницкого, они остаются в той же ситуации, я думаю, просто в Кемле еще не решили, кому отдадут предпочтение. То есть, кто останется, останется Плотницкий на должности, либо Корнету отдадут силовой блок, либо Корнету отдадут должность главы. Так называемой Банановой республики ЛНР. То есть, пока эта ситуация не решается так быстро, хотя думали все, что это произойдет один день, максимум два. Вот, ну, просто родился же логичный вопрос. Это попытка ФСБ сорвать сделку какую-то между Россией и Штатами? Потому что, если Сурков ведет переговоры с Волкером, то тогда он упирается на Плотницкого. И когда вдруг появляются другие люди, которые начинают совершенно другие действия, которых поддерживают военные, да, российские в том числе? Нет, я вопрос понял. Нет, я не думаю, что это в таком контексте, так или иначе, внутри России и на оккупированных территориях. Вся ситуация, которая происходит, это внутренняя кухня, а международная арена и направление, то, которое трактует Россия, она всегда остается неизменной. То есть, от внешнеполитического курса, который нацелен непосредственно окружением Путина, и который с 2015 года выработан, они никуда не отойдут. Потому что, как только они сделают шаг в сторону, неважно, кто это будет, там, Сурков, Песков, там, ФСБ, ГРУ, их просто либо ликвидируют, либо уберут с занимаемых должностей. То есть, против царя никто не имеет права идти. Это внутренняя какая-то перипетия, которую, я думаю, в ближайшее время должны очень быстро решить. Но на стратегическое направление и курс, который задала Россия в лице Путина, никто от него отходить не будет. Какой курс задала Россия, как вам кажется, сейчас в лице Путина? На самом деле, знаете, я читаю многих аналитиков, там, и так называемых экспертов, не зная внутренней ситуации, это как в любой стране, да, кто-то может строить только теории. Мы можем судить постфактум из тех действий, которые непосредственно делает Путин с 2013, 2014, 2015 года. Что мы видим за это время? То есть, давайте судить не по теориям, а по прагматическим вещам, которые, практическим, которые происходят. Мы видим, что начиная с 2013 года Путин начал менять законодательную базу в Российской Федерации, переводить полностью все суды, Министерство юстиции, все законы переписывать под то, чтобы не попасть ни под международные санкции, ни под международные суды, чтобы где-то закрутить гайки в интернете, контролировать эти процессы и так далее, и так далее. То есть, он строит авторитарное государство такое, в котором управляют силовики, и любого неугодного с помощью одного щелчка будут убирать. То есть, мы видели эти примеры за эти три года, как за пост в Фейсбуке, либо ВКонтакте, людей сажают на 10, на 15, на 7 лет в тюрьму. Это первый аспект, это юридическое поле. Второе, это подготовка экономики под возможные военные действия. Санкции давят, так или иначе. То есть, какие бы там эскандеры не были веселые, как они заявляли, но санкции давят, и они наносят урон экономике. Конечно, не такой колоссальный, как нам бы хотелось за то, что они сделали, но они работают медленно, но уверенно. И их нужно дальше увеличивать и делать более жестокими, жесткими. Следующее поле, помимо экономического, в котором он тоже начинает проигрывать, это военные. Он готовит все Министерство обороны, МВД, ФСБ, ГРУ под войну. Они везде проходят тренировки. Они создали так же, как в Украине, национальную гвардию. Если не ошибаюсь, национальная гвардия, или как-то так они называют. Ну, близкое название. Да, гвардию, в общем, сделали. И вот этот весь комплекс правоохранительной спецслужбы, правоохранители-спецслужбы, он весь рассчитан непосредственно на то, чтобы держать и внутреннюю ситуацию России, и внешнюю. То есть Путин работает не на одной арене. Это и Сирия, это и Приднестровье, это и Грузия, это Украина, Крым, Донбасс. Это и Беларусь, это и Казахстан. Сейчас он начинает по чуть-чуть дестабилизировать ситуацию в странах Балтии. В Польше начинаются провокации, мы отслеживаем. То есть он расставил много шахматных досок, на которые периодически передвигают фигурки. И под все эти доски ему нужно укрепить военных, укрепить правоохранителей, укрепить экономическую базу и укрепить юридическую базу, чтобы внутри его страны был полный и тотальный контроль. Исходя из этого всего, у него есть курс, который мы видим с 2015 года. Потому что когда он хотел захватить часть Украины под названием Новороссия, создать, и когда у него это не вышло, он начал менять стратегию. Например, уже год мы видим изменение риторики в российских СМИ, на всех федеральных центральных телеканалах. Очень интересно, как она изменилась? Вот смотрите, 2014 год, мы помним, как это все начиналось. Бандеровцы, фашисты, каратели, всех ненавидим, всех уничтожим. Год назад она медленно начинает меняться. Приглашают бывших регионалов, приглашают разных оппозиционеров, а на самом деле, я думаю, это преступники, которых нужно судить из Украины, которые ездят на эфиры и рассказывают, как мы тут живем. Ситуация в корне поменялась в чем? Теперь они говорят, вот основные тезисы и маркеры, да, вот как в любом телевидении, есть маркеры и тезисы, которые задают направление. Особенно в России, где всегда пропаганда. Естественно, там каждое шоу, оно спланировано, есть маркеры на полтора-два часа эфира, которые все должны пройти и поставить на них акценты, чтобы донести мысль зрителю, который сидит и смотрит. Вот эти маркеры, они начинаются от оппиньон-мейкеров, спикеров на этих шоу, заканчивая журналистами, блогерами, политиками какими-то, единичные высказывания в интервью. И самое интересное заявление Януковича, которое было, когда он давал из ростовского суда, если я не ошибаюсь, нашему суду. Там везде один главный тезис, который прослеживается. Донецкая и Луганская область, это Украина. Из этого мы можем сделать вывод, что России не нужны эти территории, и они будут передавать эти оккупированные части под юрисдикцию Украины на своих условиях. Теперь остается самый главный вопрос, на каких условиях. Я думаю, именно вот эти условия сейчас проговариваются и в Минской группе, и в нормандском формате, и Волкер тоже ездит в Россию, общается с ними с Лавровым и с Песковым по поводу вот этих условий и помощи Украины, сделать их более мягкими и благоприятными для Украины. Некоторые эксперты, которые были на студии, очень известные эксперты, грамотные, вот интересное наблюдение такое делали, что если до февраля следующего года что-то быстро не решится на Донбассе, какое-то ключевое решение не будет принято, то затем это уже все затянется в такой длительный, возможно, даже замороженный конфликт. Как вы оцениваете такое? Ну, опять же, давайте вернемся к тому, что я только что сказал. Я думаю, что передаваться территории будут. То есть это факт уже, вот вам кажется, стопроцентным? Я думаю, да, потому что они бы не делали все эти шоу, не ставили бы все эти маркеры, не говорили спикерам, что говорить. Мы не можем исключать того, что Путин может переиграть очень быстро ситуацию. То есть нельзя говорить, вот будет только так. Всегда ситуация может измениться, может начаться вторая военная кампания. Ну, понятно. Как на территории Украины, так и на территории любого другого государства. Может быть замороженный конфликт. То есть я вижу 3-4 варианта развития событий. Но склоняюсь я больше к тому, что эти территории будут передаваться, они сейчас ищут пути этого передачи, чтобы и Путин не потерял рейтинги, и сохранить свое экономическое состояние. Но мы не должны забывать, что все санкции, которые есть на России, они не должны быть сняты до полного восстановления территориальной целостности Украины. Это не только Луганская и Донецкая области, это и Крым. Они хотят отдать Луганскую и Донецкую область, а Крым оставит за собой это право. То есть за 3 года ни один тезис по поводу Крыма не изменился. Крым российский. Точка. От всех политиков русских, от всех опинионмейкеров, на всех политических тот шоу. То есть здесь Россия не сделает шаг назад? Здесь она не делает, и я думаю не сделает. И я думаю возвращение Крыма под юрисдикцию Украины возможно только, когда Путина больше не будет при власти. Ну, Семен, вот что еще очень хотелось бы от вас узнать, потому что я знаю, вы постоянно мониторите ситуацию на оккупированных территориях. А справедливости ради мы все дальше и дальше становимся уже от людей, которые там остались, потому что все меньше информации. Там же не работают наши средства массовой информации, мы не можем понимать, что там происходит. Поэтому вот вы-то ценный источник такой информации. Расскажите, пожалуйста, все, что можете, какие-то ваши результаты мониторинговых всяких анализов, исследований. Ну, я, наверное, не могу говорить, как какое-то аналитическое издание, потому что у меня, наверное, там нет такой базы респондентов. Но есть какие-то контакты, да, из которых говорят мне что-то, и из которых я могу делать выводы. Я могу с уверенностью заявить, что 80% населения оккупированных территорий говорят все одну фразу – мы не хотим, чтобы стреляли. То есть, если в 2014 году, в 2013 году люди говорили, мы хотим в Россию, и это было большее количество населения с запудренными мозгами, пропагандой, которая сыпалась отовсюду, начиная с улицы, с каких-то Глашатаевых, заканчивая центральными каналами в Украине, федеральными каналами в России и социальными сетями, которые создали вот эту информационно-психологическую операцию по зомбированию населения, если это так можно сказать. То есть сейчас люди, вот эта пелена спала русского мира и России. Теперь люди не хотят, чтобы стреляли, боятся выражать свое мнение на улице, потому что знают, что могут забрать куда-то на подвалы вооруженные люди. Могут? По-прежнему? Могут? Потому что у нас получилось впечатление, что вот этот период жестоких пыток, когда людей забрали на подвал, как-то вот уже произошло? Нет, Россия пытается снивелировать это, чтобы этого было меньше, и там очень много аккуратов из России, которые прямо стоят под разделениями, целыми руководят, и они пытаются, чтобы этого не было. Но такое есть, и будут говорить, что украинские диверсанты и так далее, и так далее. Поэтому люди избегают всех этих разговоров и стараются просто не говорить на улице об этом. Они даже стараются говорить об этом со знакомыми где-то. То есть у каждого есть свое мнение какое-то. Большинство из них просто говорит, мы не хотим, чтобы стреляли. Но вот эта вот серая масса, уставшая от войны, и которая не хочет ничего, пройдет еще год-два, они поймут, что в Россию их не заберут, что они уже понимают, что такие люди, как Плотницкий и Захарченко, разворовывают все и ничего не делают. Это просто фейк. Они это уже сейчас понимают. Я думаю, еще пройдет года-два, Россия под это подстроится, сделает новую информационную кампанию, о которой мы с вами говорили, которую мы отслеживаем. И непосредственно потом уже на вот этом вот издыхании людей, усталости, они вложат вот этот месседж в голову, что нужно возвращаться в Украину. И попробуют под это вставить свои условия. Со своими, возможно, руководителями и так далее. Люди устали, люди не хотят. Многие говорят, что хотели бы вернуться в Украину. Но все тотально боятся об этом говорить. Все боятся людей вооруженных, которые там. Как повлияла блокада, которую вначале группа активистов организовала, а затем и само государство поддержала? Вы знаете, я не поддерживаю лидеров блокады. Никогда не поддерживал и не поддерживаю. Но сама идея блокады, вот слово блокада, она правильная по отношению к России. Нельзя взять и часть, и границы заблокировать и сказать, что все, ничего не будет проходить. Нет, это какая-то махновщина, ребята. Я говорил это, когда они начинали это все делать. Должна быть национальная программа непосредственно. На самом деле, РНБО и президент тоже ситуативно к этому подошли уже постфактум, когда это произошло. Нужна полная блокада торговых отношений с Россией. С Россией или с оккупированными территориями? С Россией. Оккупированные территории мы должны рассматривать как отдельную часть. Мы должны конкретно подходить к вопросу, где мы должны что заблокировать по тому или иному направлению. То есть это отдельный разговор. Должна быть национальная программа. Я это всегда говорил. Это была бы как контрмера на оккупацию Донецкой и Луганской области и на аннексию Крыма. Это нормальные контрмеры, которые юридически мы имеем право делать. Мы точно так же могли бы и национализировать бизнес России за аннексию Крыма. Здесь, в Украине? Конечно. То есть на самом деле проработанный комплекс контрмер, рекомендованных нашими западными партнерами, нашему правительству и нашими внутренними экспертами и правительству, есть давно вопрос политической воли. Хотим мы их применять или не хотим? Это точно такой же вопрос. Хотим мы вводить визовый режим с Россией или не хотим? Хотим мы разрывать дипломатические отношения или не хотим? То есть здесь есть огромный пакет документов, просто огромный, которые наше правительство на данном этапе часть какую-то ввело, часть какую-то не ввело. И у общества тоже очень много вопросов на эту тему. Вот вы интересно сказали, что западные эксперты тоже нарабатывали такие предложения. Но очень часто возникает такое со слов руководителей страны разных министерств, что наши западные партнеры как раз против и разрыва дипломатических отношений, и разрыва экономических каких-то связей. Вот создается впечатление, что если наоборот внутри страны это все готовы, а вот западные партнеры как-то препятствуют этому? Ну на самом деле западные партнеры это не только лица, которые там могут где-то и в Европарламенте что-то сказать. Это много аналитических центров, это много друзей в Госдепартаменте, в Брюсселе. И не у всех позиция такая, как вы сейчас озвучиваете на самом деле. И не им здесь жить, что самое важное для нас. Рекомендовать будут всегда либеральные решения вопросов. Но не этим людям, не этим дипломатам здесь жить, не этим политикам здесь жить. Не у них сосед Россия, не на них напали. И то, что они помогают, рекомендую большое спасибо. Но мне кажется, мы пока в состоянии сами решить, какой комплекс контрмер мы должны применять по отношению к России. Это важный вопрос, точно так же для международных судов, и для санкций, и для других наших партнеров, которые рядом находятся. Это страны Балтии, Польша, Грузия и так далее. Я правильно поняла из того, что вы сказали, что если мы не блокируем и не разрываем наши отношения с Россией, то тогда неправильно это делать и по отношению к оккупированным территориям. Я попыталась обратно отмотать это, как вы сказали. Или я неправильно поняла? Вы знаете, я пока не такого уровня человек, чтобы заходить в наши высокие кабинеты и выражать свою точку зрения. Но я бы рассматривал всю границу с оккупированными территориями, с Россией и с аннексированным Крымом одним вопросом. Вот сесть и проговорить, учитывая особенности региона того или иного Крыма, Луганской, Донецкой области и всей границы России. Но я бы сел и проработал этот вопрос комплексно, а не точечно, как у нас это происходит. И для каждого участка там были бы тоже свои особенности. Поэтому говорить знаю. То есть это всегда говорят так популисты, которые разрывают там то, то, то. Да, где-то это правильно, но всегда нужно прагматически подходить к этому и с интересом, и с выгодой, как для каждого гражданина страны, так и для государства в целом. Поэтому нужно каждый этот кусочек границы рассматривать отдельно. И делать это таким образом, чтобы все, что мы вводим, сначала било по ним, а потом уже делало такой негатив на две стороны. Ну вот все-таки интересно, повлияло ли не повлияло на экономическую ситуацию на оккупированных территориях эта блокада? Стали ли закрываться там шахты? Вот некоторые стали писать, иногда пишут нам письма из оккупированных территорий о том, что стали некоторые там шахты закрываться, меньше рабочей недели, меньше рабочий день, меньше зарплаты и так далее. Или у вас какая-то другая информация? Нет, на самом деле это так, но это не только из-за блокады, это из-за того, что этот регион просто оказался таким отрезанным от всего оккупированным, и закрывает и ГОС эти предприятия, которые раньше были под юрисдикцией Украины, а потом стали под оккупационными администрациями Российской Федерации. И шахты закрываются, и другие заводы закрываются. И это не потому, что блокада произошла, эти все закрытия начались еще с начала 2015 года. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть они начали закрываться. И горловские там шахты, затопление начались, и в Донецке, и в Луганской области. И действительно люди остаются без работы, то есть сокращается рабочий день. И кто-то выезжает в Россию, кто-то остается на местах и ждет какой-то подработки. Кто-то пытается выехать в Украину, но то, что сокращение приходит, это да. Большая часть населения от молодого, практически все выехали. Вот пенсионное обеспечение, по-прежнему, большая часть населения, которое может выехать, приезжает, получает тут пенсию или уже нет? Или уже давно? Все как было, так и осталось. Люди ездят, получают, проблем никаких нет. Что с контрольно-пропускными пунктами? Снова появилась информация, что опять люди долго ждут, опять проблема. Вот ваша, какая у вас информация? Мне кажется, она как была, так и осталась. Ситуация там не меняется. То есть сама ситуация как была с 2014 года, с 2015, с начала 2015. Она как была на КПВВ, так и осталась. То есть ничего не поменялось абсолютно. И люди как ждали, так же. Я не помню ни одного случая, чтобы люди беспрепятственно просто приезжали. Всегда были очереди, всегда люди ждали. Всегда давали деньги, их за деньги пропускали. То есть и так далее. Но это ничего не изменилось. Закон о реинтеграции Донбасса, или вначале так его называли, потом стали называть об оккупированных территориях. Можно по-разному называть. У него там длинное какое-то название. Я к своему стыду не запомнила дословно. Как вы считаете, закон, который будет, возможно, проголосован во втором чтении, он может как-то, если хотите, представить какое-то видение реинтеграции этих территорий? Или что это за законопроекты такое? Это не просто видение реинтеграции этих территорий. Видение реинтеграции этих территорий должно давать новосозданное министерство от им часово-окупованных территорий. Потому что они органы исполнительной власти при кабинете министров, который должен затвердить эту концепцию и получать ее в права от животных. Это должно делать это министерство. Закон этот, он дает нормативно-правовую базу для понимания сложившейся ситуации на оккупированных территориях. И возможность ссылаться в нормативных документах исполнительной власти на те или иные даты, привязываться к тем или иным дефинициям этого закона. Этот закон, это вот как завершающий такой ключ, который закрывает дверь для понимания в юридическом поле, для понимания, что такое оккупированная территория, что такое оккупационная администрация, что такое наемники, что такое террористы. То есть это там есть словарь такой небольшой, он не как словарь прописан, он в контексте прописан, но из этого можно делать понимание, что те или иные вещи, это дефиниции расписанные по тем или иным людям, по тем или иным событиям, которые происходили. Есть ли какие-то данные, подтвержденные или не подтвержденные, не до конца подтвержденные, скажем так, о количестве российских наемников, военных, и наемников, и кадровых военных, и оружие, потому что ОБСЕ опять опубликовало какие-то данные, что колонна с российскими войсками тоже шла. Вы же наверняка собираете какие-то эти данные. Ну, на самом деле, по нашим подсчетам, общий российский контингент кадровых военных, именно кадровых военных, и правоохранительных органов, которые прикомандированы, не превышает 8 тысяч, не превышает, а иногда меньше 7 тысяч, то есть это зависит от ротации, которая там происходит. И на Донецкую область, и на Луганскую оккупированную. Да, это общая оккупированная территория. Если брать просто по наемникам, которые есть там, это так называемые добровольцы, которые едут туда и вступают в ряды и регулярных подразделений Российской Федерации, то, опять же, по нашим подсчетам, это не больше 3-4 тысяч. Не больше. Местных, которые вступили в ряды, официально Министерство обороны, если я не ошибаюсь, говорит это 20 с хвостиком тысяч, если я не ошибаюсь. По нашим данным, это меньшее количество. То есть, я вам открою такой секрет, я видел все эти списки, так называемых этих бригад, батальонов, которые есть на оккупированных территориях. Все считают штатную структуру подразделения, бригады, сколько в штатной структуре должно быть посад, солдат и так далее. На самом деле, всегда недокомплект, 100% недокомплект, 50%, а там уже может быть и больше. Поэтому, я считаю, их намного меньше. И сказать точную цифру, наверное, никто не скажет. Но вот ведь наемники, когда мы говорим о наемнике, то платит ведь им Россия, да? Ну, не всегда. Тут, понимаете, есть еще такую путаницу у людей, кто такие наемники, кто такие добровольцы. Если исходить из рамок международного гуманитарного права, то наемником может быть сторона, не принимающая участие в конфликте. Допустим, если у нас конфликт между Украиной и Россией в данной ситуации, то наемник должен быть из Франции, США или еще чего-то. Но в данной ситуации, которая сложилась, наемники, которые едут из России, либо это частные военные компании, которые вербуют от обычных людей, присылают их на оккупированную территорию, это тоже считается как наемничество. И они приезжают в ряды этих нерегулярных подразделений Российской Федерации, и Плот, и Беркут, и так далее. И они получают за это деньги, и это тоже считается наемничеством, по факту. Поэтому, ну, сколько их там? Три тысячи, где-то так примерно, средняя такая. Ну, сразу родился, может быть, странный вопрос, да? Но сколько получают украинцы, которые взяли оружие? Наши местные? Наши местные, да. Там? Да. На самом деле, и те идиоты, извините, которые приезжают, и наши идиоты, которые пошли, они получают одну зарплату. Одну? Если я не ошибаюсь, солдат получает там 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, это, Господи, Боже мой. Это ни о чем. Это я даже не... Это просто... Там не хватает этих денег, чтобы там выжить, а люди идут туда, некоторые вот уже 16-17 год, идут от безысходности. Я знаю таких, а то есть они не осознают своих шагов, вот то, что они делают, и к чему это приведет, и что их могут судить. И за военные преступления, и за преступления против человечности, и так далее, и так далее. То есть за все эти преступления, они не осознают этого, а идут, потому что просто нет денег. Это вот такая есть парадоксальная ситуация. Это правда, я знаю много таких людей. Насколько Донбасс разрушен? Потому что очень помним мы эти кадры, разрушенные мосты, уничтоженные дороги, по которым там танки и все прочее, дома. Вот есть какая-то, может быть, вы собирали какие-то данные? Насколько... Вот очень часто говорят, вот если мы вернемся в Донбасс, то как мы его... Практически нет никаких шансов восстановить, у нас нет денег, все там разрушено. Насколько критически разрушен Донбасс? Я не считаю, что он критически разрушен, потому что я и смотрю видео периодически с тех или иных районов, оккупированных и так далее. И нам, наверное, не стоит забывать, что война последний год, да, вот уже, она идет такая окопная, и по городу, уже по городам уже очень-очень мало прилетает каких-то снарядов, на самом деле. Если брать 2014-2015 год, да, разрушения были, и там можно о чем-то было говорить. Но что мы видим? Что те власти что-то тоже там ремонтируют, где-то не ремонтируют, где-то некоторые районы целые даже выехали, потому что это рядом с местами боевых действий. Говорить конкретно оценку, то есть по всем территориям, я думаю, никто не даст. И те части, не стоит забывать, которые в тылу находятся у противника, они практически не пострадали. А те, которые на передовых позициях, вот на линиях, там, Луганск, Донецк, да, это же они, это города, они на передовых позициях стоят практически, там, несколько десятков километров. Там есть разрушение, но сказать вам точно, я думаю, никто не скажет, какая там ситуация обстоит. То есть никто этот мониторинг не проводил, и я думаю, пока там не будет независимых каких-то наших экспертов, которые потом при нашей власти туда придут, я думаю, никто не скажет, на самом деле. Но я думаю, нам просто стоит судить по количеству перемещенных лиц из тех территорий. Семен, я помню, как некоторые военные эксперты, которые к нам приходили, говорили о том, что Россия завозит разные виды оружия, как и тренирует там солдат. Просто приехали, постреляли, вывели, вот, как полигон устроили там, на Восточном Украине. Вот по-прежнему это сохраняется? Или уже... Ну, на самом деле они правы. Россия использует оккупированные территории Украины и Крыма и Донбасса как базы и как лагеря для тренировок, преследуя при этом все свои политические цели и подпаливая, либо делая эскалацию какую-то на том или ином участке фронта. Но это все началось с 2015 года и продолжается до сих пор. У них ротации каждые 4-5-6 месяцев у тех или иных подразделений. Они у нас отрабатывают разворачивание сухопутных операций. В Сирии они отрабатывают воздушные операции. Я всегда задаю вопрос, теперь нам нужно просмотреть, где они будут флотом отрабатывать какие-то операции. Но то, что это происходит, то, что задействовано были за эти 3 года все правоохранительные структуры и силовые ведомства Российской Федерации, то есть это МВД и все подчиненные в России МВД подразделения, это ФСБ и все подразделения, которые подчинены ФСБ, военная разведка, спецназ и просто кадровые военные, то есть танкисты, артиллеристы, пехота обычная, то есть были все абсолютно задействованы и все проходят вот такой лагерь переобучения, ведения боевых операций и обучения на них. И части людей, допустим, из каких-то депрессивных регионов типа Якутии или еще чего-то, они просто едут туда зарабатывать деньги. То есть им это неинтересно. Офицеры едут туда получать боевой опыт и по приказу, и плюс деньги, а солдаты едут просто зарабатывать деньги. То есть как наемники, вот это вот, они не наемники, они кадровые военные. А кадровые военные. Да, к ним просто, вот я знаю эти все ситуации, когда в части где-то на глубинках России эти буряты и якуты приезжают, к ним в части приходит распоряжение, там нам нужно столько-то людей, соберите. И потом комбриг или комбат, или начальник части идет и собирает этих так называемых добровольцев. Они, ну, такие деньги довольно по российским меркам неплохие. Для обычного рядового гражданина, там до 200 тысяч вроде бы получают, насколько нам известно. 200 тысяч? 200 тысяч в месяц, да. И поэтому некоторые едут вот за этим. Я не могу говорить точно, то есть это плюс-минус от регионов там варьируется, насколько мне известно. Но деньги платят им неплохие, вот, с отдаленных тех регионов, поэтому едут. Привозили даже добровольцев, курсантов, я знаю, с некоторых училищ, которые изъявляли желание ехать. Вот вы интересно сказали, что вы видели список людей, которые там, вот существуют ли списки сегодня у Украины, или, может быть, они в открытом где-то доступе, и вам удается даже их собирать, составлять, мониторить. Вот кто из России приезжает? Имя, фамилия, откуда? Существуют ли такие списки, чтобы потом этим людям можно было предъявить что-либо? Ну, я как бы думаю, здесь ничего там скрывать нет смысла, потому что в интернете есть, гуляют разные списки, то есть кто-то сливает, кто-то еще что-то, там обиженные, так называемые ополченцы сливают эти списки. Есть списки этих подразделений, бригад на оккупированных территориях, которые, вот с самых первых этих дней, 2014 года, кто в них участвовал, там подразделения разведки, командный состав и так далее. Из России, те, которые приезжают, это отдельный разговор, и мы собираем, и еще несколько проектов отслеживать, кто приезжает из кадровых военных России, кто из добровольцев приезжает, и казаки так называемые и так далее. То есть картотеки и базы данных ведутся на них. Сказать, какое количество уже там... Ну это понятно, никто не может. Да, это тяжело. То есть каждый может, наверное, отвечать только за свой кусок работы. Я знаю, МВД собирает, наша в Украине, и СБУ, и другие органы разведки, и волонтеры, и мы там как общественность собираем. То есть списки есть, но просто единой базы, наверное, нет, и сказать общего количества никто не скажет. Есть какие-то данные, сколько погибло российских наемников и кадровых? Нет, я вам сразу говорю, нет, есть приблизительно точно так же, кто отслеживает по чуть-чуть и так далее. Это просто все будут приблизительные цифры. На самом деле, и на оккупированных территориях там колоссальные захоронения, братские могилы, там и просто... Есть иногда фотографии нам присылают, поля, которые превратились в кладбище, они просто без опознавательных знаков, там кресты стоят, ни фамилии, ни имени, ничего нету. И говорить о том, сколько их погибло, никто не может. Я знаю, тоже есть в интернете несколько проектов, которые по социальным сетям отслеживают, кто что пишет, сколько людей погибло. Такие проекты есть. Я не назову их названия, наверное, сейчас я забыл уже, но они у меня в сохраненных лежат, и мне если что-то нужно, я периодически захожу, смотрю. Некоторые эксперты военные говорят, что по всяким там ООНовским критериям один год войны, три года разминирования. Вот война длится уже три года, и вот вы встречались с тем, что вот именно заминированные поля, территории, города, не знаю, села, дороги, это проблема? Или пока еще не встречались с такой? Нет, конечно, это проблема, это и в серой зоне большая проблема, и поля, которые разделяют наши позиции, позиции противника, то есть они все заминированы. Я не готов сказать ту оценку, которую вы дали, наверное, потому что я никогда не задавался этим вопросом, и в целях, и в задачах нашей организации нет такого просто пункта, но то, что это будет и через пять, и через десять лет мы будем это находить, и я думаю, мне это очень жаль, так что будет, но я уверен практически в этом, что и будут жертвы на это, потому что мы знаем все результаты Второй мировой войны, что мы до сих пор их все откапываем еще. Это, конечно, не такие масштабы, но очень много заминировано. Жуткие кадры из серой зоны всегда какие-то приходили, вот буквально год еще назад, люди там без света, без воды, без продуктов питания подвозили, собственно, под огнем. Все так же осталось или нет? Практически, да, и эта проблема на самом деле и людей, которые там живут, это именно их ответственность, потому что они захотели там остаться. И проблема нашего государства, нашего правительства, потому что за три года войны, извините, войны, наше государство не сделало целевой программы по поддержке переселенцев. Насколько мне известно, выплачиваются минимальные средства, деньги какие-то, там, 500 или 600 гривен в месяц, там, 3 или 4 месяца подряд по поддержке. Вы извините, я могу ошибаться, то есть... И кажется, все. Плюсы, какие были сделаны, это обучение студентов, льготное поступление, если я не ошибаюсь, предпринимателям сделали какие-то скидки. Ну, тоже незначительные. Незначительные. В общем, целевого ничего нет. И это проблема нашей власти, и претензия к нашей власти. И всегда пользуюсь моментом, я нашей власти об этом говорю, но результатов пока мести я не вижу. И вообще у меня такое ощущение, что... Вы знаете, вот 3 года колоссальная проблема. Знаете, в чем? Не президент... А, от президента один раз в жизни я это слышал. Не секретарь РНБО, не глава Верховной Рады, не политические фракции, партии. Вы знаете, ни одного заявления, чтобы было в пользу людей на оккупированных территориях, что мы вас помним, мы ждем, мы делаем все возможное. Когда был День независимости, президент сказал это вот. Я один раз это слышал. В этом году? В прошлом нет? Нет. Да, я давно слышала. В этом году вот было. Ну, ребята, ну, надо это говорить постоянно, нужно говорить каждые полгода об этом. Люди устали там, и они должны понимать, что их тут ждут, и в них верят. Это просто человеческое отношение должно быть. А наши власть имущие как-то не стремятся это показывать ни на деле, ни на словах. Почему? Это очень печально. Я вам не могу ответить на этот вопрос, это не мне этот вопрос надо задавать. Но вы же думали наверняка об этом. Я, вы знаете, я не думаю, я вижу, что происходит. Я пользуюсь возможностью, у меня достаточно много товарищей, во власти, с кем я общаюсь, я им постоянно об этом говорю. И вы знаете, вот просто не слышат, никто ничего не говорит. Это проблема. Это стратегически важное направление, которое нужно всегда поддерживать. Единственное, кто делает колоссальную, огромную работу по серой зоне, сейчас, и по прифронтовой территории, это служба, забыл, как на русском, представляете, цивильного спиробитного ситуации. Гражданского сотрудничества. Да, это при Министерстве обороны, это сделали новое подразделение, вот они взаимодействуют с общественностью, с военными, помогают, и гуманитарка эвакуирует, раненых вывозят, убитых эвакуируют. То есть полностью у них там весь комплекс вот этой серой зоны, сотрудничество военными, с гражданскими. Это стратегически важная работа. Я где-то услышал несколько каких-то слухов, несколько месяцев назад, что их там еще не видят, не дуть сильно, был устворят цей подраздел, это говорят так Министерство обороны, ребята, вы с ума сошли. Это единственная служба, которая за эти несколько лет ведет стратегическую работу по работе с гражданскими. Они им там концерты какие-то устраивают, привозят детские дома, школы, подарки военных, артистов. То есть это стратегическая на самом деле работа, психологи. То есть это колоссальная работа, стратегическая, которую никто не выполняет. Наши политики этой работы не выполняют, на самом деле. А словами, политики должны словами поддерживать, они не делают это. Единственная практическая служба, которая работает по серой зоне, это цивильная успевробительность. Ну и может быть не к вам вопрос, но все равно задам. Вот я вспомнила, вот прикинуть, если да, местных там 20 тысяч, наемников, там 3-4, военных, кадровых российских. Ну гипотетик, около всего 30 тысяч. Вот скажите, я не знаю, есть ли у вас связи там украинской армии, что говорят наши, те, кто на фронте, на линии фронта, кто стоит, офицеры, я там последний раз с ними год назад где-то говорила, они были, ну прям вот на нулевом блокпосту с ними там говорили, на нулевой этой посту, да, они говорят, да мы вообще за 3 дня бы все взяли. Вот есть, были у них тогда такие настроения. Не знаю, знаете, было в этих настроениях или нет, может сейчас уже поменялось. Такое настроение, нет настроения, у ребят так и остались, то есть мы каждый день на связи, общаемся, настроения точно такие же, все готовы освобождать эти. Вы понимаете, этот конфликт военный, вот эта война, которую Россия развязала, это не вопрос решения этой войны военным путем. Это политический будет вариант решения. И кто бы как ни говорил, что это там политический, военный, это политический, все будет решаться политическим путем. То есть военным невозможно. Вы считаете, вот как военные говорят, вот есть ли у них ожидание, что если пойти в наступление, Россия мгновенно ведет войска? Вы знаете, сейчас не важно, кто как говорит и кто как думает и как кому хочется. Я тоже, может, хочу там несколько населенных пунктов снести ковровыми бомбардировками, но тут же вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы будем иметь дальше. Вот кто как думает через полгода, через год, через два, через три, что будет дальше, если мы предпримем тот или иной шаг. Это самый важный вопрос. С населением, что будет с военными и так далее. Мы пока не дошли до уровня российской армии ни по численности, ни по вооружению. По опыту мы их переплюнули уже. Это бесспорно. Но по вооружению и по количеству нет. И нужно смотреть правде в глаза. И то, что если русские выйдут с оккупированных территорий, я вам даю гарантию, что за неделю произойдет зачистка нашими вооруженными силами, правоохранительными органами, спецслужбами. Мы просто освободим все эти территории. Если там не будет русских, пока там будут россияне, пока там будут кадровые военные, пока там будет ФСБ, ГРУ, ничего не произойдет. Семен, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Семен Кабакаев был сегодня координатор Стоп-Террор и человек, который занимается мониторингом того, что происходит на оккупированных территориях при фронтовой зоне. Спасибо вам огромное, что были. И если у вас будет какая-то интересная для нас важная информация, приходите. Всегда рады видеть вас на студии. Спасибо еще раз огромное. Семен Кабакаев в прямом эфире был Укрлайф ТВ. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем прямой эфир.